Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители тип-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Дмитрий Валерьевич Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Дмитрий Валерьевич, я поздравляю вас с наступившим Новым годом. У вас уверенно миллион подписчиков. Я вам желаю, чтобы вы преодолели рубеж в несколько миллионов подписчиков. Тем более, чем дальше, тем больше будет запрос на качественно спокойную аналитику, которую вы всегда спокойно продуцируете. Это важно. Спасибо. Взаимно и с твоего позволения хочу пожелать зрителям тревог-канала, пусть небольшого, но растущего, во-первых, спокойствия, мирного неба, чтобы родные и близкие были с вами рядом. Ну, как говорится, рассчитывать, что это дерьмо закончится, конечно, в этом году не очень много, поэтому старайтесь сохранять спокойствие, заниматься своим ближним кругом, ну и сохранять жизнь по максимуму. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за пожелания. Вы знаете, мы, когда начали передачу, я попросил вас снова начать, потому что я чуть-чуть охрипший. Я хотел сослаться на то, что я с утра почитал пост Дмитрия Анатольевича Медведева, но потом понял, что от этого поста можно скорее хрипнуть и ослепнуть. Но я именно охрип. Но пост Дмитрия Анатольевича меня действительно удивил, особенно помятуя то, что этот человек ездит и встречается с председателем СИФ Китай. По словам Венедиктова, этот человек рассматривается всерьез на преемника Владимира Путина. Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня, буквально 30 минут назад, комментирует отсутствие рождественского перемирия, которое не приняла Украина. Понятно почему. Потому что, соответственно, две недели назад, когда предлагал Владимир Зеленский перемирие в конце декабря, на католическое Рождество, как принято говорить, дали по старому календарю, естественно, российская сторона отказалась. И тут Медведев разразился, естественно, гневными отповедями, в частности, заявил о том, что министр иностранных дел Германии – это малограмотная бабка. Помимо этого, Медведев вчера, комментируя достаточно спокойное обращение посольства Соединенных Штатов Америки к россиянам, где, собственно, Соединенные Штаты Америки напомнили о культурной дипломатии, напомнили о необходимости сотрудничать, а никак не давали оценку, соответственно, российской власти и прочее. То есть были исключительно дипломатичны. Медведев разразился с дикой критикой, снова же таки. Более того, он использовал такой эвфемизм, как «Сану Бич», то есть «Сукины дети», очевидно, обращаясь к тем людям, к которым когда-то он обращался со словами о необходимости перезагрузки отношений. Ну и так далее. Он пригрозил размещением систем современных российских недалеко от Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть опять разразился с огромными угрозами. В общем, объясните, пожалуйста, Митрий Валерьевич, вот зачем, собственно, Медведев ужесточает свою риторику и просто спускается действительно до уровня такой плащанной бабки, которая завидует тем, кто проезжает рядом на «Лексусах»? Медведев не ужесточает риторику. Медведев должен Владимиру Путину показать, что он нужен. Ну, давай немножко проиграем, вот я встану на место Медведева. Ты когда-то был местоблюстителем, ты когда-то привел этого человека к власти. Просто немногие этого понимают, что как раз Дмитрий Анатольевич Медведев был одним из тех, кто приводил Владимира Путина к власти. Ну, был на территории Крышка, если я не ошибаюсь, до тысячи. Да. Это очень хорошо, что ты прям вот нашим зрителям, соответственно, это воспроизводишь. Ну, просто немногие будут пересматривать старые-старые видео, а Михаил это делает и, в общем, делает эту работу за вас. Поэтому, кстати, пишитесь там, поставьте лайки и все остальное. Это очень правильно. Вот. Потому что он изучает как-то потенциального соседа и партнера очень качественно. Именно поэтому я, собственно говоря, с ним и работаю. Вот. Так вот, теперь я, Дмитрий Анатольевич Медведев, остался без должностей. Ну, должность у меня там официально называется офигительно. Там зам чего-то. Но у меня нету никаких ресурсов. Вот ключевое же в бюрократической системе – это твоя паутина. То есть, то, на что ты влияешь. И ты все время падаешь из какого-то ракурса. То есть, если бы ты кого-то мог чморить, убивать или, наоборот, поднимать, развивать, у тебя есть ресурс. А тут у тебя никакого ресурса. У тебя зарплата, там, особняк, дача. Ну, то бишь, для пенсионера это норм. Но для политика, который хочет что-то делать, ты должен быть всегда на стрёме. И поэтому появляется вот это. Володь, ты помнишь? Если что, ястреб – это я. Володь, ты помнишь? Ястреб – это я. Ну, и благо там что там, сколько там? На чтение ты потратил, наверное, минуты-полторы-две. Ну, и я также потратил минуты-полторы-две. Поэтому, нет, я больше удивлён, что ты удивлён. Потому что в данном случае, ну... Мне куда больше нравится, знаешь, у меня вчера был на... Меня зовут ещё на левые каналы, которые вот у нас считаются левыми. Которые прямо там с соплями у вас исходили на то, что вот этот вот пост консульства, что это посыл системным либералам, которые сейчас окопались где-то там внутри власти, а потом как выпрыгнут, как выскочат, и вот начнут на основании этого поста что-то делать. Так что, слушай, этот пост у нас обсасывает практически хоть левый, ну, особенно на левых это очень забавно выглядит. Так что... Нет, а Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, с точки зрения... Вот я говорю, у меня эмоционального какого-то... Ну, он пишет, что он должен писать. Если он это писать не будет, будет жопа. Он должен это писать. Он должен быть всё время вот это вот... Каждый его пост, если ты будешь, прежде чем как-то предварять фразы для себя, Володь, ты помнишь, кто тут главный ястреб, это я, то всё остальное ты будешь воспринимать уже, ну, да, ну, вот так, да. Дмитрий Анатольевич, ну, есть вот в народе выражение «Собака лает, караванадёт». Это не просто оскорбительное выражение, это можно воспринять как оскорбительное, но можно воспринять и как философское выражение. Потому что в бюрократической системе и вообще в коммуникационной системе очень важно, чтобы уровень, исходящий от твоей эскалационной риторики, он соотносился с действиями, которые ты припринимаешь. Потому что в один прекрасный момент, когда происходит расцепка уровня твоей риторики, уровня твоих действий, просто тебя перестают воспринимать, и твои угрозы перестают воспринимать всерьёз. Поэтому очень важно, вот Соединённые Штаты Америки в данном случае абстрагируясь, мы не хвалим, не критикуем, но они постепенно ужесточают уровень своих эскалационных угроз, параллельно с тем, что они, скажем, усиливают действия на тех или иных направлениях. И здесь заключена глубокая философия. Постепенно, постепенно сжимать удавку, подрезать углы и так далее. Когда Медведев выходит с такой риторикой, ну, очевидно, что за этой риторикой должны последовать действия. А если за амбициями нет амуниции, значит, тогда ты себя, как политик, просто девальвируешь. Он сейчас на уровне, но мы же с тобой даже на прошлой нашей с тобой беседе обсуждали, он на такой высокопоставленной письмоносе. Всё. Это предел мечтаний. Поэтому к нему, в принципе, такое отношение. Шансов, что ему, например, тот же Путин передаст какие-то более значимые полномочия, он, на мой взгляд, с каждым днём исчезающе мало. Потому что для Путина, Путин не как человек, а как управленческая система, для него крайне важно, кто возьмёт кровь на себя. А то, что может взять на себя, Медведев, Медведев берёт какие-то словесные эскопады. Словесные эскопады уже в этой итерации развития системы управления неинтересны. И поэтому он остаётся письмоносцем. Высокопоставленным, но письмоносцем. Вот я, конечно, мне очень сложно представить состояние Путин Анатольевича Медведева, не живого, особенно Кема Розовых, но тем не менее. А вот человек, который 12 лет назад пританцовывал под песню American Boy, то есть как бы пританцовывал, потому что это ему органично, но молодой человек в начале своих 40-х годов, человек, который любит iPad, любит iPhone, не стесняется, любит интернет. И когда он заходит просто с такой риторикой, очевидно же, власть Путина на рано или поздно закончится. Начнётся какая-то другая власть, может быть, ещё жёстче, чем Путина. Или другая власть. Скажем так, это может быть просвещено диктатуру, в смысле, что диктатор в России будет пользоваться, по крайней мере, iPad. Но вот в этой ситуации, как ты сможешь откатить, условно говоря, назад в собственной риторике? Как ты это сможешь объяснять? Мне кажется, что сейчас Медведев на самом деле себе готовит просто ещё худший психологический кризис, куда он попадёт в тот момент, когда сменится власть. Я хочу сказать, что если в целом, то я вообще не завидую ни Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ни даже Владимиру Путину. Причём Владимир Путин с точки зрения психологического состояния, куда более устойчив. У него есть некая картина, футляр, в который он себя засунул, и к которому он соответствует. А Дмитрий Анатольевич Медведев, мало того, что его как это бортанули, скинули с неприемника, и он на уровне этого письмоносца, почётного пенсионера в достаточно молодом возрасте, а следующую диктатуру, да, безусловно, следующая диктатура, это, конечно, непросвещённая диктатура, это диктатура кувалды, потому что, исходя из тех же наших бесед, люди, которые сейчас, вот я там многим это уже говорю, что, исходя из освобождения, ну, то есть, те орденоносцы, которые пришли с войны с Украиной, это будущее власти. И понятно, что она куда более будет ястребиная, и она будет реваншистская, то, о чём я говорю уже там не один месяц. И крайне важно, кстати, в том числе, ну, правда, понятно, что это не для зрителей твоего канала, они-то всё понимают, а вот для более крупных каналов, я говорю, что очень плохо для меня, что обе стороны, как российская, так и украинская, как уют, вот эту ястребинную, соответственно, внутреннюю оппозицию, которая есть. А Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, он уже всё. Ну, всё. А Владимир Путин будет до конца бодаться, и задача Дмитрия Анатольевича Медведева будет такая, остаться хотя бы на этих позициях, потому что он может даже с этих позиций свернуться, его могут свернуть, потому что, ну, подрастает другая поросль. Подобного рода тексты, ну, мы понимаем с тобой, что может писать какой-нибудь пресс-сек. Ну, а если кто-нибудь из орденоносцев, которые там отмотали 15 лет, просто наймёт себе нормального пресс-сека, то, в принципе, на эту должность может претендовать кто-нибудь, человек, который, во-первых, а может взять на себя любую кровь, и взял уже на себя любую кровь, а пресс-секретарь будет за него вот эти ястребиные тексты писать, и главное, это будет в его органике. Потому что тут-то ещё забыл проговорить одну очень важную вещь, что, на мой взгляд, это не его органика. То есть вот когда он пританцовывал, это его органика, а вот эти вот ястребиные тексты, это не его. Ну, знаете, Дмитрий Валерьевич, ну, точнее, вы это точно знаете, вот в советское время среди, скажем так, высшего руководства, там, предприятий и так далее, было принято пить. Причём очень много пить, пьянки устраивались по пятницам, по субботам. Вот было такое устойчивое выражение «не пьёшь, значит, подлёг». И люди были принято пить. Но одно дело, когда ты пьёшь, а другое дело, когда ты пьёшь-пьёшь. То есть, условно говоря, одно дело, когда ты себя страхуешь, параллельно занимаясь спортом, где-то делая вид, что ты пьёшь, ещё что-то, а другое дело, когда ты как бомб с головой кидаешься в эту пьянку. Так и здесь. Но на мой взгляд, если у тебя есть условный спичрайтер, который тебе пишет такие гневные речи, хорошо, окей, он тебе пишет такие гневные речи, но грамотный спичрайтер, он, по крайней мере, будет закладывать, хотя бы пытаться в эти тексты что-то, за что ты потом ухватишься, если придётся, условно говоря, мотать удочку назад. Ну, здесь заднего хода нет, к сожалению, нет. У Дмитрия Анатольевича Медведева заднего хода нет, в принципе, потому что он попавший. Я говорю, по большому счёту, у меня к нему куда больше жалости, чем к кому бы то ни было, потому что, в общем, это такая золотая клетка, которая никуда. Ты и не либерал, ты и не ястреб, ты и там, ты и там, и там не в статусе. Он же не в статусе ни в одном, ни в одном лагере сейчас. Знаете, моя любимая книга, одна из любимых книг, это «На острие шпаги» генерала Деголя. Это такая классическая работа, написанная до второго мировой войны в 1938 году. И там он как раз описывает, что лидер, он всегда должен быть отстранённым, он должен держаться всегда отстранённым. Если перевести в нынешние реалии, лидер, он должен быть загадкой, быть загадкой для своей пасты. Вот возьмём Евгения Пригожина. Видя миф о Пригожине, например, до этой войны, это миф о неком зловещем Демиурге, который приближён к императору, у которого есть своя армия, который может убить, уничтожить, порезать, покалечить, всё что угодно. Но когда Пригожин сейчас сознательно публикует видео, например, на котором рассказывает заключённым о том, что их долг – это не уезжать с увечьями, остаться, им прикрутят деревяшку, ни одну, ни другую, на инвалидной коляске не смогут заниматься разминированием. То есть это звучит как троллинг, абсолютно троллинг. Точно так же, как Пригожин, приезжающий к границе с Бахмутом, рассказывающий о том, что он ждёт президента Зеленского и так далее, и так далее. То есть Пригожин, он постепенно-постепенно, может быть, невольно, может быть, человек в это втягивается, вот он попадает в эту медийную повестку, может быть, ему в какой-то степени это по кайфу. Но абстрагируясь от оценки, что это человек преступник либо ещё что-то, с точки зрения его возможностей, но очевидно, что он сокращает свой авторитет, он сам его подмывает, потому что не может человек, претендующий на какую-то серьёзную роль, но превращаться просто в цирковую, пусть даже с кувалдой. Ну, смотри, опять-таки, тут надо изучать биографию Евгения Пригожина. Значит, у него есть сильная черта, а есть слабая черта. То, что тот образ, который он создаёт и создаёт, ну, поскольку он создавал фабрику тех же троллей, они у них до сих пор работают, но на твой канал пока, ну, я видел пару заходов, буквально тролли, они там, видно, так лайтово зашли, просто по моей фамилии, потому что я формально в выдаче, и, соответственно, им надо реагировать, они не могут на фамилию не реагировать, поэтому зрителям канала приношу тоже извинения. В общем, как только будет канал существенно больше, троллей будет существенно больше. Работа у них такая, они обязаны некое количество так, дискуссий типа внизу развернуть. Пока, слава богу, их не очень много. Так вот, Пригожин, он сейчас такой демонстрирует отца командира рубаха парень. Это как базовая стратегия норм, подчёркиваю, как базовая стратегия. В чём не норм? Его задача стратегическая, его задача перейти на следующий уровень, получить политический вес. Сейчас он легимитизирован в СУ, с ним ведутся переговоры, обмениваются пленными, то бишь он официальный полномочный представитель России, при том, что он вообще никто. То бишь у него формального никакого статуса нет. И это, кстати, плохо, потому что в данном случае ВСУ, в общем, поднимает статус человека, с которым, по идее, не должны разговаривать. Я понимаю все миротворческие усилия, но, по крайней мере, это должно как-то делаться какими-то чужими руками, чтобы просто не было государственный орган поднимает государственного преступника другой страны. Задача его получить, ну, должность как минимум вице-премьера, и я думаю, что он в эту струю идет. Другое дело, что он, есть старая бюрократия, старые, соответственно, элиты, они тоже прекрасно понимают, кто он и что он. И если, а Владимир Путин, если ты заметил, он его не поднимает. Он его, говорит о нем в третьем лице, потому что Владимир Путин прекрасно понимает, что как только Евгений Пригожин получит официальный статус, вот этот кусочек, он, простите, на нем очень сильно подтянется, сделает выход, что называется, на дверь. И следующая итерация, которая, кстати, скорее всего, и погубит Евгений Пригожин, это как раз вход во власть и необходимость выстраивания под собой двенадцати апостолов. Ну, я всегда говорю о том, что все там религии, все системы управления, они строятся по одинаковым принципам. Генеральный директор или Иисус Христос, а потом двенадцати апостолов. Вот когда Пригожину нужно будет подтянуться и поставить двенадцать отцов-командиров, вот здесь начнется проблема, потому что пока он, ты прав, на базовой стратегии. Зачастую он проигрывает, но пока под ним нету как бы вот этого, под ним просто обычные бойцы. Но как только он передаст какие-то полномочия, там, условно говоря, как только в его текстах даже появится, что там, сейчас как он говорит? Он говорит, что я полечу, мой самолет тебя, вас доставит, он говорит, я, я делаю. Как только в его текстах появится «Обратись к Васе», вот тут же вот это момент интегрального перехода на следующую систему управления, и это тот самый момент, где будут самые слабые звенья. Это вот возникновение этих двенадцати апостолов. Пока он не перешел, пока он сам исполняет все роли и все плюшки, и все минусы, он пока. Но это, я говорю, это система управления базового уровня. Вот следующее, как только в тексте, я говорю, просто прозвучит, там, «Васенька, подойди, вот это будет элементарный жест, «Вася, подойди, вот здесь у Петеньки, там, например, там, ему нужно в детский сад, или позвони губернатору там кому-то, как только у него появится передаточное звено, это начнет его губить». То есть, по сути, то, о чем вы говорите, это некая проверка пригожена при выходе на новую сферу, на новый уровень. Новый уровень управления. Новый уровень управления, как в свое время, условно говоря, опять же, экстраполируя этот пример, ну, вот Сталин боролся с Троцким. Почему Сталин победил? Потому что он умел выстраивать отношения на уровне секретарей, на уровне, по сути, места. За счет этого он смог создать собственную лобби, собственную базу ресурсную для победы над Троцким, под которым не было ничего, был только культ Троцкого и все. Поэтому, то есть, вы говорите об этом. Сейчас будет проверка, может ли Пригожин стать условным Сталином с точки зрения менеджмента системы под себя? Конечно, 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 конечно. Это очень важный интегральный переход. И тут вот показ стратегически ему, ну, то есть, тактически с точки зрения того, что он делает. Вот это отец командир, там, я буду звонить губернатором. Это все прям 5 баллов, вопросов нет, свой парень, там, для Путина готов и вот такой прямой исполнитель, норм. А вот следующая итерация, это прямо очень сложный интегральный переход. Прямо сложный. Дмитрий Валерьевич, ну, вот последний вопрос вам задам. Когда-то Сергей Доренко, он, как бы, комментируя 99-й, 2000-й год, говорил о том, что российскому народу важно было нашептать, что вот есть брат-солдат, он возьмет и вот спасет, впишется и так далее. Но тут даже не только, вот что такое брат-солдат? Это же не просто солдат, это кто твой легитимный брат. Легитимность, она от отца. То есть легитимность пригожна в глазах российского народа возникает в момент, когда отец передает ему власть. То есть он легитимизируется через высший шланг власти, как произошло с Путиным. Что Путин, это не правитель, который по Веберу пришел на призму. Путин это правитель, который пришел по наследству. Да. А вот как вы считаете в данном случае будет то же самое? То есть условно говоря, тот человек, которому Путин передаст вот эту вот наследственную палочку, если он его передаст, тот человек автоматически легитимизирует и легитимизируется и будет править, просто потому, что в России к власти относятся как к сакральному. Ну, первое, преемника не будет. Путин с нами навсегда, и я даже произнесу страшную, ну, слава богу, для твоих подписчиков нормальную вещь, что даже откат с точки зрения территориальности войск, например, на территорию разграничения 24 февраля не приведет к кризису власти. Приведет к кризису власти только остановка войны, а территория в данном случае является вторичной. А откат на 91-й год? То же самое, не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения к власти. Тут надо очень четко разделять. Важно не останавливать войну. Не важно, на какой территории. Вот, если она, даже более того, если она перешла на территорию Российской Федерации, для власти крайне важно, это будет уже наша, там, освободительная, там, вот эти проклятые укрыжиды-бандеровцы, там, кто там они там еще, там, рептилоиды, ну, там, какой-то будет образ создан такой, кровавый, там, естественно, ну, традиционно, у нас без этого нельзя, там, детей жрущих. Они захватили там какую-то кулачок, там, не знаю, 10 сантиметров, и вот так. Да, важно не останавливать войну. Вот это будет, а территория... То есть, пилите, шура, пилите. Конечно, важно сохранять вот это. Поэтому Путин с нами навсегда, а Путин это коллективная история, это не фамилия, и шансов, что он кому-то передаст, скорее всего, он уйдет не в бытие, и здесь, даже если он кому-то передаст, будет все равно заруба. Вот сейчас, вот эта новая оппозиция в виде триумвирата Пригожина-Кадыров-Суровикин, их задача, по большому счету, отжать, ну, процентов 15-25 во власти. То бишь, следующая итерационная модель, которую я, скорее всего, вижу, что они ее сделают. Ну, потому что у нас старая бюрократия очень плохая. Не потому что эти сильны, они там стратегически подкованы. Ну, зачастую ты выиграешь не потому что ты силен, а потому что противник слаб. Так вот, следующее там условное представительство в Государственной Думе, Совете Федерации и органах власти, там, губернаторов, это будут эти орденоносцы. Естественно, и реваншистской, соответственно, идеологии. Поэтому шансов на то, что будет власть передана, он минимальный. У нас же еще есть проблема геронтократии, у нас же есть еще, ближайшие пять лет, это пятилетка пышных похорон, поэтому вот эта молодая, условно говоря, поросль из орденоносцев, она придет на смену вот этих, ну, я думаю, что будет происходить в следующем, вызовут представителей основных партий, скажут, значит так, давайте посмотрим, кто у вас там на пенсию должен уйти. Этих нафиг к себе орденоносцев загнали, и чтобы по-другому там как бы... Но для Путина тут есть очень важная очень развилка, которую, я думаю, ты тоже прекрасно понимаешь. Для Путина Пригожин вызов. И для Путина нужно, чтобы Пригожин с точки зрения системы управления, может быть, личностно он к нему относится очень хорошо, чтобы он исполнил всю грязную работу, потом прилет какого-нибудь Хаймарса. И, кстати, Пригожин... И тут есть еще другая штука. Пригожин тоже это прекрасно понимает. Что всю грязь должен кто-то пылесосом отсосать, а потом просто исчезнуть. Ну, и почему... Пригожин – это чистильщик. Да, конечно. Конечно. Ну, и тут уже зависит все от игры Пригожина. Конечно, конечно. Тут ему надо... Евгений Викторович очень непростая ситуация. Здесь не надо тешить иллюзий, что он этого не понимает. Ему как раз и нужно подняться на следующую итерационную модель, чтобы его не уничтожили. Иначе его как чистильщика... Ну, прилетел Хаймарс, пуля. Ну, ты же понимаешь, он... В конечном итоге можно почитать биографию Михаила Лесина. Ну, то есть там множество, как говорится, итерационных моделей, когда, в общем, если он не выйдет на две и не отожмется и не выйдет на уровень, когда он сможет получить больший статус, чем он имеет сейчас, вот это чисто парни, я с вами, я вот это решу, я это сделаю, это все не его уровень. Ему нужно подниматься кратно выше, иначе... Как минимум на уровне два. Иначе просто его зачистят. Ну, он... Ну, как это... Новичок, это, знаешь, для особо приближенных к императору. А в этой ситуации, ну, там, как это, диверсионная группа украинских нацистов убила героя войны. Все красиво, замечательно. Дмитрий Валерьевич, спасибо большое за это интервью. Напомню, что с нами был Дмитрий Валерьевич Потапенко. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Дмитрий Валерьевич Потапенко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будем вам очень благодарны. Спасибо огромное, Дмитрий Валерьевич. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok